Привет. Привет. Ну что, куда поедем? Да не знаю. Я вообще как-то не привык, знаешь, там, решать, куда ехать. Ну, в смысле, а я давно решаю? Ну, мы с тобой же не решали. Я не знаю, у меня обычно просто я с мамой всегда везде, с родителями решают, куда мне ехать. Ну, класс. Ну, вот видишь, как бы уже, ну, мама сказала, уже взрослый, самостоятельный стал. Права вот недавно, кстати, получил. Поздравляю. Совсем. А ты меня зачем позвал, если ты не знаешь, куда мы поедем? Ну, я не знаю, может быть, там, ты предложишь. Я просто привык, что вот, ну, как бы, за меня женщина все решает. Охренеть. Я, конечно, мог бы взять маму на свидание, потому что, ну, не поняла бы. А почему бы по переписке был вообще другой? Какой другой? Лицо другое, что ли? Ну, нет, общался как нормальный пацан, а тут, как бы, девчонка какая-то. Решить ничего не будет. Все, у меня мама все время. Мне, как бы... Ну, так пора вырасти уже, наверное. Давай сейчас я ей даже вот позвоню, я узнаю, куда можно вот с девушкой сходить на свидание. Нет, сейчас просто... Ты чего, угораешь? Вопрос открыт. Вот у меня, кстати, телефон. Вот мама мне такой дает. Видишь? Слушай, так, что вот в итоге я с ней встретился, а она мне что-то предъявляет, говорит, что я там не уверенный в себе какой-то, что-то не решаю, куда идти. Это вообще, как бы, ну, нормально, ты считаешь? А в смысле, что мне не сказать? Так она сама не знает, что она хочет-то вообще. Так я уже и говорил, надо было тебя на свидание брать. Не знаю, что-то тут будем решать, но я не знаю, куда мне с ней вообще, куда мне ее везти-то. В лес, не знаю, домой может сразу. Какой лет? Не знаю. Ты сколько лет, мальчик? Мне? Да. Так 18 же исполнилось. 18 исполнилось, да кое-ченьки 5. Все мы в душе дети. Точно, блин. Давай решай, что делать будем. Так что решать? Ну, мы в машине сидим, можем тут посидеть. Ага. Я не хочу просто в машине сидеть. Я что, похожа на маленькую девушку, которая будет в машину сидеть и играть в игрушки? Ты хочешь, типа, вот как взрослые люди делают, знаешь, типа, куда-то идти, потом пиво напиваться, потом секс или что? Извините. У меня, если что, я девственник, у меня еще не было. Я, то есть, вообще не знаю, как это, ну, правильно делается, если что, если ты, как бы, ну... Ты что, угораешь над мной или что? Ну, поехали куда-нибудь, не знаю. Ну, поехали куда-нибудь, давай, вот я просто уже еду куда-нибудь. Давай в кафе в какой-нибудь. У тебя хоть деньги-то есть? Ну, мне мама 400 рублей дала на свидание. А ты что, кушать не будешь? Не знаю, водичкой попью. А что? Я вообще в шоке. А что на 400 рублей уже особо свидание не сделаешь, что ли? Сделать, конечно. Можно вам какой-нибудь... В киевси. Булочку, да, киевси поесть. Угу. Может, ты хотя бы за руку меня возьмешь? За что? За руку. В смысле за руку? Ну, ты меня позвал на свидание. С каким расчетом ты меня позвал? Ну, да. Что, я уже сразу тебя за руку должен брать? Ну, а что? Тебе что? Тебе 18 лет. У меня я вообще-то, это, до свадьбы не имеешь еще. У меня никаких контактов. А я тебе что, предлагаю постель сразу? А что, так можно, что-то? Да. А какие? Не, я просто не знал. Ну, вот так тебя взять хотя бы, чтобы мы как-будто, это, ты что делаешь? А ты что делаешь? В смысле, я что делаю? А зачем ты меня вообще, ну, трогаешься? Мы с тобой только 5 минут знакомы. А, вот так? Ну, а как? За руки держаться не будем. Даже за ручки, как бы, это уже, знаешь. Меня захочет... Точнее, она мне хочет жениться. Ну, мы с тобой пообщаемся вот так сейчас, и все. А если мы с тобой пообщаемся, ты на мне женишься, и тебе не понравится потом, вернее, что ты думаешь? Ну, я не знаю, я об этом еще не думал. Так подумай. Мозг-то для этого нужен? Ну, я просто не знаю, что тебе вообще говорить. А я понимаю, ты, парень, позвал девушку на свидание. Я, как бы, ну, вообще, у меня не было ни разу. У тебя-то было уже, наверное. Причем тут это, ты меня позвал на свидание, хотя бы сводил бы меня куда-то. Ты даже не знаешь, куда ехать. Не, я же говорю, я вообще, ну, как бы, я не... А мама тебе что сказала? Это у меня первое свидание. Я вообще не ходил с девушками на свидание, поэтому я особо, ну... Ну, так ты у мамы этот совет-то хоть какой-то... Да, она сказала, вот, пообщаться с тобой, и если ты будешь... Она сказала, если ты будешь в ее, то тебя, короче, надо выгонять. Я, ну, не понял вот этого момента, но вот так она сказала. Ну, как ты стоишь, я в ее... Я не знаю, в каком это моменте. Так, хотя бы в кафешку, не обязательно ресторан. Можем погулять? Можем погулять, да. А что делать-то будет? Гулять. На лавочке сидеть или на велосипедах кататься? А тебе что больше нравится? Да мне вообще больше нравится думать. Не, ну, я просто, я тебя с мамой познакомлю, она вот заодно посмотрит, там, подходишь ты мне или нет. Ты дохрена меня в первый день зовешь к маме знакомиться. Ты меня еще не знаешь, а ты к маме. А как надо-то? Никак, надо пообщаться сначала. Ну, смотри, познакомились с мамой, все. Кого с мамой, я тебя еще не знаю, блин. Ну, ты по переписке один, сейчас с другой. Вот, познакомишься, узнаешь меня, узнаешь всех. Все, все, давай, стопори. Было сначала предупредить меня о том, что ты еще не знаешь в этой жизни. Так, ну, может быть, я и встречаю, чтобы меня научили? Так я тебе говорю, хер, не неси, домой мы не едем к тебе. А куда едем? Никуда. Все уже? Да. А что так? Ну, вроде только общались с нами. Да, конечно, как с тобой общаться можно? Ну, не знаю, ну, нормально. То есть, вообще, как бы для себя. Ну, я заметила. Сначала погуляй у себя во дворе, а потом куда-то уже заведелся. Ну, что, вроде уже 18 лет исполнилось, уже взрослый. Пора уже жениться. Угу, правда? Да, вот женусь ей еще, получается. Нашел? Это пока не знаю, в поиске. Нет, я после того кататься не буду, спасибо. Ты уходишь? Да, ухожу. Ну, все. Ну, ладно, пока. Дверь, открой мне. Точно? Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...